Для того, чтобы настроить функционал интернет-магазина, нам необходимо перейти, навести на вкладку WooCommerce, выбрать настройки. В первую очередь нужно настроить доставку. Вот сверху у вас будет вкладка доставка, кликаем по ней. Дело в том, что WooCommerce не распознает регионы России, области, а распознает только страны. Поэтому ваша зона доставки будет Россия. Вы наводите на эту зону доставки и кликаете изменить. И вот тут располагаются методы доставки. По умолчанию есть один метод доставки, единая ставка. Нам нужно изменить этот метод доставки. Наводим на этот метод доставки, кликаем изменить. Здесь вводим, например, доставка курьера. Неналагооблагаемый. И выбираем, грубо говоря, 300 рублей. Стоимость доставки и кликаем сохранить изменения. Все отлично. Теперь добавляем следующий метод доставки. Пусть это будет бесплатная доставка. И еще один метод доставки. Давайте добавим. Это будет самовывоз. Смотрите. И в блоке методы можно менять местами. Сверх вверх. Просто захватываем и вверх перевносим. Это самовывоз. И потом будет бесплатно. Вот так вот меняем. Заходим в режим редактирования самовывоза. Посмотрим. Ну, давайте ставим неналагооблагаемый метод доставки. И стоимость 0. То есть 0 рублей стоит самовывоз. Теперь бесплатная доставка. Также заходим в режим редактирования. И требование у нас была сумма минимального заказа. Сумма минимального заказа у нас должна быть 10 тысяч. И тогда будет работать бесплатная доставка. Сохраняем изменения. Доставка курьер. Также у нас будет доставка транспортными компаниями. И доставка почты России. Кликаем добавить метод доставки. И вся доставка, которая платная, она добавляется через метод единая ставка. Добавляем. Кстати говоря, вот эта доставка курьером нужно вот так вот. Не с большими буквами, а с маленькими написать. Вот так вот. Чтобы все красиво выглядело. Все. Отлично. Заходим в режим изменения. И ведем дальше. Дальше даже давайте вот так вот мы сделаем. Вот так вот. Не налогооблагаемый. И пусть будет стоить 700 рублей. Примерно. Сохраняем изменения. Еще один метод доставки. Также единая ставка. Меняем. Поставим примерно 300 рублей. Не налогооблагаемый. Сохранить. Теперь, значит, все-таки давайте доставку транспортной компании сделаем 500. Сохраняем. И доставку курьером 700 сделаем. По логике. Сохраняем изменения. И теперь. Ну, конечно, это стандартный функционал WordPress. Есть отдельные плагины. Платные виджеты. Платные плагины. От таких компаний, как SDEC, TBD. Ну, и разные другие компании, занимающиеся логистикой. Так, у нас все методы заведены. У нас все методы доставки заведены. Мы сохранили изменения. И давайте перейдем. Кстати, зайдем в параметры доставки. Давайте еще сюда. Значит, включить калькулятор в корзине. Включили. Тут все понятно. Сверху есть у вас платежи. В платежи переходим. Нам нужно активировать банковский перевод и оплата при доставке. Заходим в банковский перевод. Вот сюда кликаем. Здесь назовем. Ну, безналичная оплата назовем. Вы можете оплатить ваш заказ перечислением. На нашу банковскую карту. Инструкция. Это та информация, которая будет выходить после оформления заказа. Также сюда дублируем сообщение. Теперь нужно подгрузить счет вверх. Нужно ввести название счета. Счетом банковская карта. Номер счета. Вот такой, допустим, мы вводим. Название банка Сбербанк. Ну и БИК можем такой вставить. Ну, все это берется с сайта вашего банка. Если нужно счет, счет добавить. Кликайте, добавить аккаунт. Также можно удалить лишний счет. И здесь мы вставляем, допустим, расчетный счет. Вот так вот. Также Сбербанк. И вот сюда. И можно также добавить еще один счет. Яндекс.Кошелек. Да, и сюда. Так. Яндекс.Деньги. Ну, давайте тогда. Раз не с большими буквами, не с главными, то и все. Мы сохраняем изменения. Вот сюда потом кликаем. Возвращаемся назад. Заходим в оплату при доставке. Это вводим. Даже давайте. Оплата после примерки. Наличными после примерки. Должны ввести. Вы можете оплатить свой заказ наличными. Курьеру. Наличными. Просто. После примерки. И то же самое. Дублируем сюда. Теперь нужно выбирать те методы доставки, для которых подходит этот метод оплаты. Для этого просто кликаем сюда и выбираем нужные способы. Тут есть как ваши способы, которые вы завели в вашей метод доставки, так и шаблоны. Ваши методы доставки начинаются с названия зоны доставки. То есть у меня это Россия. То есть для какого метода будет распространяться наложенный платеж. То есть плата после примерки. Это доставка курьера. Кликаем. Видите, он сразу попадает в этот метод доставки. Для удаления кликаем по крестику. И дальше. Видите, он уже выделен серым цветом, потому что он добавлен. Допустим, доставка транспортной компании подходит. Так. Для Почты России он не подходит, потому что нельзя будет открыть. Бесплатной доставки подходит. И для самовывоза подходит. Все отлично. Теперь сохраняем изменения. Также можно настроить так называемые промокоды, которые будут давать скидку вашим клиентам определенным. Для этого переходим в купоны. Создать свой первый купон. Название будет у него. Пусть сейл. Сип скидки. Выбираем фиксированная сумма на корзин, либо на товар, либо процент скидки. Мы ставим процент скидки, величина купона 20%, то есть 20%. Знак не единицы измерения процента или рубли не вставляем. Можно разрешить банку бесплатную доставку даже при скидке. Если нужно вывести дату окончания купона, то вставляйте здесь. Я здесь вводить ничего не буду. Ограничение использования купона. Минимальный расход, максимальный, если нужно поставить, я не ставлю. Исключить, то есть если нужно какие-то товары исключить, то устанавливаете чекбокс. И вот выбираете. Можно исключить категории определенные, можно исключить конкретные товары. И все, что вам нужно здесь настраивать. Лимиты использования. Вы можете определить, сколько можно использовать этот купон конкретным пользователям. Здесь также выбираете, я здесь выбирать ничего не буду. И теперь кликаем опубликовать и промокод сохранен. Теперь нам нужно настроить поля, которые будет заполнять клиент при оформлении заказа. Для этого в WooCommerce с Афали. Переходим в управление полями. И здесь видите, верхняя часть есть, и есть нижняя часть. Все дело в том, что нижняя часть отличает за поля, которые необходимы для оформления доставки. А верхние поля это общие поля. Если, короче говоря, каждая из этих полей в нижней области, которые необходимы для оформления доставки, обязательно должны быть также в верхней части с общими полями. Но не каждое поле из верхней части с общими полями должна быть в нижней области с полями для доставки. Это очень важно. Запомните это, потому что если получится так, что какого-то поля из доставки нет в общих полях, то тогда клиент не сможет сделать заказ, будет нервничать, будет выходить ошибка, он не будет понимать, в чем дело, и в итоге вы потеряете клиента. Поэтому нам нужно убрать ненужные поля. Фамилия не нужна. Вот здесь есть возле каждого поля кнопка «Удалить». Кликаем по кнопке. Вот это поле, которое нужно удалить. Фамилию удаляем, название компании удаляем, страну лучше оставить, адрес оставить, дополнительные сведения удалить, населенный пункт оставить, область. Оставляем, почтовый индекс оставляем, телефон оставляем, e-mail оставляем. Так, значит, теперь можно их поперемещать. Значит, идет имя, страна, потом область, потом населенный пункт, потом почтовый индекс наверх. Видите, вы наводите курсор под поле, которое нужно перенести, и в итоге зажимаете левую кнопку «Мышь», она окрашивается в голубенький такой бирюзовый цвет, и вы переносите. Все, отлично. Теперь настраиваем доставку, также фамилию убираем, ну, поля для доставки настраиваем. Название компании удаляем, страну уставляем, адрес, сведения убираем, населенный пункт под страну, область над населенным пунктом, почтовый индекс над населенным пунктом и адрес. Все отлично. Смотрите, если вы вдруг удалили ненужное поле, то есть кнопка «Восстановить поля по умолчанию», и они снова все восстановятся. Если у вас все в порядке, то кликаем «Сохранить». Все, на этом настройка функционала интернет-магазина завершена. Нам нужно сделать еще одну такую штуку, нам нужно сделать, сейчас перейдем на сайт, я вам покажу. Нам нужно делать такую штуку, чтобы при прокрутке вот здесь ваше меню было зафиксировано. Для этого нам нужно получить ID-шник, индивидуальный идентификатор, или класс вот этой шапки сайта. Правой кнопкой мыши, но вам это не нужно делать, он у всех будет одинаковый. Я просто сейчас найду топ-хидер, вот. Нам нужен маст-хид. Отлично. Теперь переходим в консоль. Здесь мы находим вот этот майстик-меню, то есть плагин, который сделает меню, ну, как бы, зафиксированную какую-то часть. И здесь мы вот динавбар, вот, вставляем наш ID-шник. ID-шник ставит, начинается с решетки, вот маст-хид. Ставим вот так вот. И цвет мы ставим, давайте поставим липкий цвет фона, вот такой серый, и сохраним изменения. Давайте перейдем на сайт и посмотрим, что у нас получилось. Давайте попробуем вернуться назад. Мастике меню. Давайте поставим белый. Сохраняем. Перейти на сайт. Прокручиваем. Вот, все, что нужно. Теперь отлично. Давайте назад вернемся, уберем некоторую прозрачность. Вот. И вот тут, где 90, липкая непрозрачность, мы справа сдвигаем на 100, сохраняем изменения и переходим на сайт. Все отлично. Теперь все прекрасно работает.